Тема, о которой я буду говорить, она совершенно необъятна, потому что я недавно прочитал такой небольшой курс по поводу еврейского периода творчества одного из столпов русского художественного авангарда Эль-Лисецкого. Это был такой довольно компактный курс, где я не всё рассказал, что хотел, а он занял шесть лекций полнометражных, шесть пар. А у меня времени немножко меньше, с одной стороны. С другой стороны, ситуация, в которой я поставлен, отчасти простая, потому что произведения художников еврейского авангарда, созданные перед революцией, сразу после революции, когда они очень много работали для детской книги, это такая безусловная художественная классика, и всякий человек, который немножко вообще интересуется книжной графикой, искусством авангарда, русским авангардом, еврейским авангардом, русско-еврейским авангардом и так далее, более-менее представляет, о чём идёт речь. В своё время вот Эшкалот, за что им огромное спасибо, этой теме посвятил целую сессию выездную. В Петербурге мы ходили в фонды публичной библиотеки, РНБ, вернее, как она теперь называется, смотрели, так сказать, девизу, все многие эти книжки, на самом деле это десятки имён, сотни изданий и так далее. Значит, ну я о чём-то поговорю немножко, дальше как получится. Значит, что важно, что важно. Кажется, детская иллюстрированная книга – это второй после Танаха крупнейший вклад евреев в мировую культуру. Вот, кажется, ничему так, оставим Библию за скобками, мировая культура не обязана еврейскому народу, еврейской идентичности культурной, как детской книге. И, в общем, на самом деле понятно, почему. Октябрьская революция, которая, конечно, в очень большой степени разбудила этот процесс, была событием не столько социально-экономическим или политическим, сколько на самом деле антропологическим. Всё-таки все понимают, что революцию делали не только для того, чтобы поменять политический или социальный строй, но прежде всего для того, чтобы создать нового Адама, нового человека, в том числе нового еврея. Все силы, лучшие культурные силы евреев в Восточной Европе, молодой еврейской интеллигенции, были брошены на образование, на воспитание ребёнка, на создание новой школы еврейской и новой детской книги, и иллюстрированной детской книги. Если мы посмотрим на общий масштаб книжной продукции на Идыша в Советском Союзе в 20-е и начале 30-х годов, то мы увидим, что непропорционально много, свыше 40% всех печатных изданий были детские книги. Я понимаю, что сейчас тоже много издаётся детских книг, но не 40% от общей книжной продукции. Отчасти это было, я говорю, связано с некоторой идеологией, и отчасти с текущим положением вещей. Была создана очень широкая сеть еврейских начальных образовательных учреждений, детских садов, школ. В начале 30-х годов в Советском Союзе работало 1200 с лишним, больше 1200 школ еврейских с преподаванием на Идыша. Несмотря на очень большие усилия создать полноценную полноценную систему высшего образования еврейского не удалось, соответственно, аудитория для детской книги всё время росла, а для взрослой книги как бы была достаточно ограничена. Детская книга, как только что сказал Семён, всегда или почти всегда книга иллюстрированная, и, соответственно, поле для творчества еврейских художников было огромное. Это не только Лисинский, о котором мы сегодня будем говорить, это, между прочим, ещё и Шагал, и Сара Шор, и Марк Эпштейн, и Чайков, и Арансон, и Акселерот, и Горшман, и много-много кто ещё, и целый ряд замечательных художников, которых мы просто не вспоминаем, о которых мы сейчас забыли. А может быть и зря, но об этом поговорим в конце. Понятно, что любой авангард заявляет о себе, начиная с того, что он, так сказать, создаёт новую землю и новое небо, ничего такого никогда не было, вот с чистого листа. Вообще, строго говоря, хорошей иллюстрированной детской книги, такой, какой она родилась в XX веке, в таком, какой она родилась в Советском Союзе после революции, и вправду не было. Но, конечно, заявление о том, что у евреев никогда не было хорошей массовой иллюстрированной книги, это они всё-таки на себя немножко много брали, хотя, конечно, это очень важно было сказать, что вот мы такие первые, мы вот всё с чистого листа делаем. Я уж не говорю о более чем ярких, разнообразных, средневековых, иллюминированных еврейских рукописях. Это, в конце концов, вещь штучная, дорогая, которая находилась в руках там у какого-то знатного и богатого семейства, а потом попадала там, не знаю, в библиотеку или вархив, явно эти книжные миниатюры не то, чем простой еврейский человек или, больше того, простой еврейский ребёнок украшал свои досуги. Но вот давайте посмотрим, что у нас было с печатной еврейской книгой до того, как, вообще говоря, вот случилась эта художественная революция. Вот вы мне сейчас скажете, что это за сюжет. Да, это, вообще-то, конец XVII века. Это очень знаменитая книжка с Эйфером и Шоллем, развлекательная книжка. Это, вообще говоря, зоповая басня, написанная рифмованной прозой, таким раёшником, блестяще проиллюстрированный и очень сильно, конечно, адаптированный на еврейские нравы. Там действует ворон и лис. Это важно, их, так сказать, генеральная принадлежность, потому что лис приходит и говорит ворон, уль ворон, я пересказываю своими словами, там всё красиво, в рифму. Скоро, Рошашёны. Я знаю, что ты классно умеешь исполнять, так сказать, литургию Нового года. Ну, дальше, в общем, неинтересно. Ну, хорошо, ладно, это Германия, это продвинутые европейские евреи. А что было в нашей простой Восточной Европе? Что вот так вот все сидели и мучились, пока на свет Божий появится Шагал и компания? Нет, конечно. Самая массовая книга – это такой расширенный пересказ на Идаше Библии, пятикнижие Моисеева для массового народного чтения. Замечательная книжка, сочетание библейских сюжетов и раввинистического комментария и талмудической агады, которая называется «Цейна Рейна». Вообще говоря, если в бедном еврейском доме было две книжки, меньше не получается, то одна была «Сидур», а другая «Цейна Рейна». Это то, что читали женщины, это то, что читали дети, это то, что женщины, прочитав, пересказывали маленьким детям ещё до того, как они отправлялись в Хейдер, и эта книжка была поразительным образом массовой, с огромными сотни тысяч копий тиражами, издававшейся всеми еврейскими типографиями, потому что это был такой чёрный хлеб. Значит, книга-издание. Они все были иллюстрированы, это была такая смешная аксилография. Я выбрал самую скандальную картинку из этого издания. Если кто не знает, что здесь изображено, то тут мало того, что есть картинка, есть ещё и подпись к картинке. Всё видно? Тут написано. Это история о том, как Адам и Ева стояли голыми в раю. Значит, на переднем плане, для вас слева, там ещё и такой недвусмысленный шланг ползёт. В смысле змей. То есть мало того, что у нас есть картинка, мало того, что она сюжетная, с изображением людей, это у нас ещё и обнажёнка. И это не экзотика, это то, что было в каждом еврейском доме. То есть мы прекрасно понимаем, что еврейское народное искусство, массовое искусство, оно было тем источником, из которого, собственно говоря, авангард и черпал свои силы. А вот теперь мы можем с чистой совестью уже, собственно, перейти к нашему герою, Лазарю Лисицкому. В 1916 году Лазарь Лисицкий, он тогда ещё не был Лисицким, он был или Эзар Лисицкий, или Лазарь Лисицкий по-русски, вместе со своим другом, гениальным художником, к сожалению, гораздо менее известным, и блестящим книжным графиком, основные его усилия, его недолгой жизни были как раз посвящены книжной графике и детским книгам, немножко мы о нём потом ещё скажем, Исахаром Бэром Рыбаком. Вообще-то его не звали Исахар Бэр, вообще-то он был Сухербер, как говорят, человеческим языком. Сухербера его звали, Рыбак отправились по Белоруссии изучать еврейское народное искусство. Самое важное, что они встретили на своём экспедиционном пути, были деревянные синагоги, к сожалению, ни одна из них до нас не дошла. И самая замечательная была в городе Могилёве, Могилёве-на-Днепре, это знаменитая деревянная синагога в Могилёве, синагога на Старом Школище, о которой не только они думали и писали. Вот как она выглядела, вот само здание, и мы видим фрагменты росписей этой синагоги. Это фотографии, сделанные незадолго до того, куда попали лисицкие рыбок. Фрагмент стен, фрагмент купола. Во многом мы знаем ещё о росписях этой синагоги, потому что в замечательном берлинском журнале «Милгроем», то есть «Гранат» в 1922 году Лисицкий напечатал большую статью «Воспоминания о Могилёвской синагоге». Гениальная совершенно статья с очень глубоким и, с одной стороны, пониманием народного искусства, и с чрезвычайно важной для понимания судеб, вообще говоря, мотивацией внутренних художников еврейского авангарда, почему они сначала делали национальное искусство, почему они его потом перестали делать, что, так сказать, с ними произошло. И эта статья проиллюстрирована росписями синагогальными, которые Лисицкий копировал в 1916 году. Вот один из его рисунков, воспроизведённых в журнале «Милгроем». И поскольку синагога погибла и росписи погибли, то вот эти рисунки во многом для нас оказываются чем-то большим, чем просто иллюстрации к статье не только великого художника, но ещё и очень-очень умного человека. Но, однако же, нас должна интересовать не только высокая теория, но и художественная практика, и художественная практика. Лисицкий широко использует своё знание, понимание еврейского народного искусства в своих детских книжках. Значит, два слова о том, как он занимался детскими книжками. В 1917 году в Москве он делает это не совсем детские книжки, но очень ярко иллюстрированные, такой вот как бы как бы мы теперь сказали проект, книжку «Свиток Сихас Хулин», сказку такую довольно скабрезную, проиллюстрированную, написанную поэтом Мойше Бардерзоном и им проиллюстрированную. И первый вариант, акварельный вариант иллюстрации «Хат Гадья». В 1918 году он перебирается в Киев. В Киеве возникает в это время такая очень важная институция, которая была как раз ответственна за издание книг для детей, иллюстрированных, вот совершила эту революцию. Культурлига принимает активнейшее участие в работе Культурлиги. В Киеве у него выходит 12, по-моему, если я не ошибаюсь, книжек разных. Потом он едет в Витебск, там собственно на какой-то момент порывает с фигуративным искусством и с национальной так сказать проблематикой. Потом из Витебска работает вместе с Малевичем, это другая уже история. И в общем в 1922 году оказывается в Берлине, оказывается в Берлине, в 1922 году он оказывается в Берлине и делает там несколько очень хороших книжек. Это вполне коммерческие заказы, вот. Это одна книжка на еврейте, кстати сказать, детская, и три книжки на аидыше. Это очень еврейские темы. Это книжка «Украинские народные сказки» в переводе на аидыше, «Белорусские народные сказки» в переводе на аидыше и «Слоненок» Лефанду Киплинга. Ну, «Слоненка» вы, я думаю, все помните, о «Слоненке» у нас еще речь с вами пойдет. Так вот, посмотрите, пожалуйста, да, значит, вот это слева некий такой странный корабль, срисованный Лисицким со стен Могилевской синагоги. Это тоже репродукция, к сожалению, уже черно-белая, опубликованная в журнале «Милгроем» в 1922 году, и в том же самом 1922 году выходят эти самые украинские сказки, где мы видим, что этот корабль прямо выплывает из Могилева в украинскую сказку, да, то есть тут цитирование буквальное происходит. Надо сказать, что за всем за этим стоит некоторая очень важная теоретическая мысль. Все-таки, пожалуй, немножко теории нам понадобятся. Один из ключевых деятелей Киевской культурлиги, драматург, поэт, а главным образом литературный и художественный критик и Хескел и Хескел Добрушин как раз тогда же в 1919 году пишет в Киеве одну чрезвычайно важную статью, где он теоретически обосновывает тот путь, который проходят многие еврейские художники в это время, в том числе и Лисицкий. Интерес к тому, что тогда называлось примитивом, а теперь называется народным искусством. А Добрушин пишет о том, что вообще говоря, в своем индивидуальном развитии ребенок проходит тот же самый путь, который проходит культура в целом. Вообще говоря, это такая странная культурологическая вариация на тему биологического закона, на тему закона Геккиля-Мюллера. Ну, мы все помним, что такой закон Геккиля-Мюллера и школьные программы, правда? Ну, там, что у эмбриона сначала жаберки есть, там, хвостик, да, вот это все. А потом, соответственно, он постепенно превращается в что-то вроде человечка. И поэтому, если мы хотим воспитывать ребенка, то народное искусство, фольклорное искусство, или, еще раз повторю, как тогда говорили, примитивы, примитивное искусство, оно является наилучшей медией для того, чтобы строить иллюстрации детской книги. Этому совету последовали очень многие художники, и Лисицкий в том числе. Надо сказать, что самое радикальное, самое интересное художественное развитие этой идеи был как раз у Рыбака, который построил, и это был абсолютно неслыханный, конечно, эксперимент, свои детские иллюстрации, и не только, на самом деле, детские иллюстрации, но и потом уже и вполне взрослую, довольно трагическую живопись, но, конечно, книжная графика здесь была ярче представлена. используя технику уже не народной картинки или народного искусства, а технику детского рисования. В каком-то смысле ребёнок тоже может рассматриваться как дикарь или как человек, не получивший академического художественного образования. Есть некая специальная манера детского рисования, и вот Рыбак её использовал для своих картинок. Ну вот, теперь давайте от теории перейдём к практике. Значит, вот это знаменитая Сихосхолин, где, конечно, это сказка на самом деле, сказка, довольно занятная сказка, которая оформлена как мигила, как мигила, то есть свиток. Вообще говоря, мы знаем, что мигилы были иллюминированы, так что здесь как бы никакой профанации святыни, в чём Лисицкого иногда пытались обвинять. Нет, конечно, да. Интересно, что текст поэмы был литографирован профессиональным сойфером, профессиональным сойфером, и все трое, собственно говоря, создателей этой книги вот на её, точнее, свитка мигилы на её обложке. Вот это, собственно, сам Лазарь Лисицкий, это вот некий старик сойфер, профессиональный переписчик сакральных еврейских текстов, а это вот, так сказать, романтизированный поэт Мойша Бродерзон. Книжка была литографирована и раскрашена от руки. А вот, собственно, киевские работы, работы времён, так сказать, как раз культурлиги для детских садов. Книжечки маленькие, да, бедные, в одну краску. Вообще говоря, не самое лёгкое было время на свете, не самое богатое. А, значит, мельник, мельничка и мельничные журнава. Я много лет думаю о том, что как было бы здорово, если бы кто-нибудь догадался эти книжки издать для наших детей. Какое бы это было счастье. Ну, пока вот оно всё не случается. Вот другая киевская книжечка. Курица тоже сказкой, тоже для детского сада, для дошкольников. Курица, которая хотела иметь гребешок. Вот, собственно, иллюстрации к этой сказке. Мы видим здесь, кроме всего прочего, эта книжка ещё замечательна тем, что те идеи, которые одушевляли, буквально через полгода начали одушевлять Лисицкого, потому что первые Прауны, то есть его проект утверждения нового, его живописные работы в манере геометрической абстракции, которые принесли ему самую большую славу, они были сделаны, это Витебск начало года 19-го, первые Прауны это Витебск, то есть это Киев начало 19-го года, а Прауны это Витебск конец 19-го года. Так вот, мы видим вот эти элементы геометрической абстракции здесь в полном мере присутствуют, в том числе сочетание треугольника и круга, что является графической основой, наверное, самой известной его работы «Клином красным бей белых». Сейчас мы еще один такой клин красный увидим, но радоваться будем не ему, а тому, как художник замечательно осмыслял формы фольклорного искусства. Справа у нас с вами рельеф из надгробий еврейских, да, а слева вот некий злые звери, которых эта бедная корочка встречала по дороге. А вот, кстати, сказать и клином красным все уже тут, да, вот эта история, что якобы, значит, приехал Лисицкий в Витебск, ударился головой об кафельный пол, и, значит, из еврейского художника превратился в злобного супрематиста, это вот некоторым образом миф, так не бывает, да, и слава богу. А вот, собственно говоря, давайте поговорим о мировом значении еврейской детской книги, еврейской детской книги для вообще становления детской книги, новой советской детской книги, которая, конечно, была выдающимся достижением культуры. Вот этот самый элефандл, элефандл, Берлин, 22-й год, слоненок Киплинга на Идыше. Тут все, в общем, и так понятно, но меня интересует как бы некоторое движение, самый знаменитый слоненок, есть, так сказать, миллион разных иллюстрированных слоненков, но самый знаменитый, конечно, это кто? Может быть, помнит кто-то? Самый такой слонистый. Это Лебедев, Владимир Васильевич Лебедев, 30-й год. Ну, Лебедев вообще гениальный рисовальщик, великий художник и как бы главный человек в советской детской книге, на мой вкус, точно главный. А вот давайте сравним, как бы сказать, я хочу сказать, что это тот случай, когда творческое цитирование более чем оправдано. Посмотрите, пожалуйста, сцена, ключевая сцена вытягивания носа, да? Значит, вот это, вот это нос вытягивают еврейскому слоненку, вот это вот, а вот это Дедгизовскому. То есть цитирование, как бы сказать, не вызывает никакого сомнения. Еще одно, конечно, выдающееся достижение детской художественной книги, тоже в 1918 году нарисовано, в 1919 напечатано, это поэма американского поэта Мани Лейба «Ингл цингл хват», она недавно была репринтно переиздана с русским переводом, так что с ней легко познакомиться. я бы хотел обратить ваше внимание только на одно очень важное открытие, которое делает Лисицкий и которое потом многим сослужило службу. Это тотальность организации листа, даже полосы, даже этого разворота. Вот мы видим начало сказки. Речка на одном берегу речки, синагога деревянная, маркирующая собой местечко, на самом деле это конкретная совершенно синагога, это так называемая высокая синагога в Дубровне, которую без конца рисовали и рыбок и лисицкий, чем-то она им была очень дорога. На другом берегу церковь, очевидно, там живут крестьяне, это деревня, и там между ними происходят некоторые интеракции, а в центре сказитель, человек в таком нарочитый этнографическом хасидском костюме, в котором, понятное дело, в 20 веке уже, наверное, никто не ходил, вплоть до того, что вот такая очень точная этнографическая деталь, что у него карман прорезан не сбоку, а сзади, и оттуда торчит здоровенный носовой платок. Обычно он был красного цвета, это вот такой элемент старозаветного хасидского костюма. И вот этот наратор что-то нам такое замечательное рассказывает. Сказочник, да? Во-первых, он стоит, опершись, между прочим, еще одна этнографическая деталь в этих самых штукших, таких тапках, шлепанцах для улинца, опять же, такая национальная еврейская обувь, на колонки текста, на строфы. То есть текст, вообще говоря, не просто вот одна полоса или полполосы иллюстрации, там какой-то текст. Ни фига подобного. Текст включен в... Он такая же органическая часть художественного целого, как и собственная иллюстрация. Или вот, например, тот же самый «Инглсинглхват», там, где речь идет о радостях зимы, о том, что дети любят зиму, они делают снеговика, они катаются на коньках, они катаются кувырком с горки. Текст идет сверху вниз, повествуя нам о движении вот этих санок по склону обледенелому, и иллюстрация катится, так сказать, тоже сверху вниз, полоса образует некоторые целые. Вообще говоря, вот это мышление листом, как, где и текст, и изображение вполне, так сказать, равноценны, вот здесь, наверное, видны лучше всего. Посмотрите, пожалуйста. Значит, есть такие очевидные визуальные символы. Коза, ну, понятно, козочка, да, хлор Вайс Цигала из песни Гальдфадена, образ еврейского детства, еврейского местечка и всего, что мы любим, да. Противоположность некий антоним симпатичной белой козе – это натуральная свинья. Значит, вот картина Пэна учителя Лисицкого, пейзаж, дом с козочкой, справный дом, покрашенные ставни, крепкая крыша и стоит белая коза. Напротив халупа с непокрашенными ставнями, выбытыми окнами, чердак на распашку, видите, да, там крыша провалена отчетливо, там живут какие-то алкоголики, наверное, дегоем, ну, так, скорее всего, да, и там, значит, валяется злобная свинья. То есть, вот такой наивный достаточный символизм, он здесь как бы налицо. Возвращаемся к, а можем, собственно, и не возвращаться, здесь хорошо все видно, к ингл-цингл-хват. Все то же самое, козочка и свиночка, деревня и местечко. Только посмотрите, пожалуйста, какая прелесть, какова ирония, свинка у нас под местечком, а козочка под деревней. Казалось бы, художник, так сказать, издевается немножко, так сказать, подшучивает, но нет, на самом деле, если мы попробуем увязать символические животных с тем пространством, к которому они относятся, посмотрите, вот козочка идет сюда, свинка идет сюда, у нас есть диагонали, правильно? Но этот же косой крест, диагональ, выстроена с помощью фигуры наратора, и лист, таким образом, оказывается, завязан, как некоторое целое. Вот эта способность мыслить целым листом, где есть и текст, и картинка, и какие-то символические смыслы, это во многом, конечно, не единственный, кто это придумал, был Лазарь Лисицкий, и это очень-очень сильно повлияло и на еврейскую детскую книгу, и вообще на советскую детскую книгу, и, думаю, шире. Я последнее бы, на самом деле, о чем бы я хотел сказать, просто на закуску. Давайте посмотрим на некоторые другие картинки, и некоторых других художников, хотя бы чуть-чуть. Вот, например, замечательный рыбок, его книжка «Ринг-ин-ринг», такой большой сборник стихов Квитка. В частности, на слайде, на левой части слайда мы видим с вами, как он использует элементы детского рисования, о чем я уже, собственно, говорил. Вообще говоря, вот аппендикс такой небольшой, мы привыкли с вами к мысли, что лучший, героический, самый интересный период в советской детской книге вообще, и в еврейской детской книге в особенности связан с авангардом. Типа, авангардисты были молодцы, они создали великое искусство, а потом началось какое-то дребезжание, угасание, разброт и сшатание. На самом деле, и в этом как бы прелесть, и параллельно с художниками авангарда, и тогда, когда уже, так сказать, эксперименты оказались не ко двору, действовало несколько разных, очень ярких художников, сейчас, к сожалению, забытых, которые работали совершенно в иной манере. Что вы, например, скажете о художнике Георге Фишере, который не еврей-то был вовсе, а он работал в Харькове в 1928 году и сделал пять книжек, иллюстрированных по мотивам стихов Лейба-Квитка, вот таких, например. Посмотрите, это скорее, скорее что-то, так сказать, отсылающее нас к графике Арнуво или там Модерна или там Мир искусства, да, тем не менее, это необыкновенно хорошо или необыкновенно изысканно. И даже в 30-е годы, когда, казалось бы, наступил уже полный, так сказать, мрак, вот, например, выходили книжки того же самого Квитка с иллюстрациями, к сожалению, полностью забытого, очень хорошего художника Короткина. Я обратил бы ваше внимание на слайд, на левую часть слайда. Это такие, у него множество таких заставок к разным стихам, да, там очень забавно. Здесь видно, что происходит. Здесь ребенок сидит в ванне просто, да, там Бог знает, что происходит, там, не знаю, курица какая-нибудь, банк с вареньем и так далее. Но все это оформлено, как вообще говоря, на завершение Мацевы, да, как часть, так сказать, традиционного еврейского орнамента, но решено, конечно, совершенно не в авангардной, а в такой гораздо более жесткой стилистике. И даже, и даже то, что я пытался найти, как назвать, и в конце концов остановился на таком совершенно неконвенциональном термине, как сталинское мимими, не лишено некоторых достоинств. Посмотрите, вот это книжки 1935 года, я думаю, что нынешние любители кошечек вполне бы одобрили эту самую Кецелы, Дос Кецелы, это опять-таки Квитка, ну и это Анна Ванна Бригадир, самое, наверное, известное стихотворение Квитка, это совсем, совсем неплохо, хотя, конечно, вовсе не авангард. То есть тут есть вообще над чем подумать, что выбрать, сравнить разные имена, посмотреть, как происходило движение времени. В общем, когда меня позовут в следующий раз, мне будет еще что вам рассказать. Вот, значит, видите, какая интеллигентная еврейская баба-яга. Спасибо. Семен меня уже представил, что я специалист в области еврейской мысли. Я также редактор многолетней программы «Пижамная библиотечка», и я два слова пользуюсь уже своим положением здесь, расскажу о ней. Это программа, в рамках которой тысячи еврейских детей по всему миру получают бесплатно, ежемесячно книжки. Какие именно книжки, я вам покажу чуть позже. В том числе эта программа, ну вообще программа существует с 2005 года, но недавно, четыре года назад эта программа пришла в Россию, и российские дети из еврейских семей тоже имеют возможность получать эти книжки, в частности, вы можете тоже подписать своих детей. Возраст этих детей должен быть от двух до восьми лет, и ежемесячно дети будут получать бесплатно книжки, ну в общем, книжки в подарок. Но как-то может быть это немножко нелепо, но я собираюсь говорить не вот как бы не в качестве специалиста в области и даже не в качестве редактора пижамной библиотечки, а в качестве многолетнего читателя и любителя, обожателя еврейских книг. Значит, и кроме всего прочего, предыдущий мой курс на Ишколоте, он назывался «Воображай Раби Нахмана», недавно я его совсем читала здесь, и действительно он был в значительной степени посвящен воображению, и, в общем, раз начав трудно остановиться, я, в общем, и дальше буду говорить сегодня, тоже собираюсь говорить о воображении и о его связи с детской книгой. Ну, вообще, говоря, говорить об иллюстрациях довольно сложно, это примерно, мне кажется, как говорить о еде, там, не знаю, о любви, лучше, так сказать, любить и есть. И я поэтому думаю, что лучше, в общем, нужно смотреть, на самом деле, книжки. Ну, моя любовь к детским книжкам, разумеется, из детства, да, и, в общем, понятно, что вот эта любовь, она во многом определила мои профессиональные занятия сейчас. Так сложилось, что я очень рано начала читать, и в доме была большая библиотека обычных книг, и большая детская библиотека, это были буквально сотни книг. И среди этих книг, как я сейчас понимаю, было несколько книг, которые определили и сформировали мой читательский вкус. И это были разные стихи и сказки, но все эти книги были проиллюстрированы московскими художниками-концептуалистами или романтическими концептуалистами, как их назвал в своей статье 79-го года Борис Гройс, который, собственно, придумал этот термин. В группу этих художников входил Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Андрей Монастырский, и все эти художники, ну, кроме, пожалуй, Монастырского, помимо того, что творили свое высокое искусство, они были вынуждены заниматься подъемщиной, а именно рисовать детские книжки и иллюстрировать детские произведения детских авторов. Все они работали в детских издательствах, в издательстве «Малыш», и все они, в частности, и также все они сотрудничали с детскими журналами, такими, как, ну, например, хорошо, наверное, всеми узнаваемые веселые картинки. Потом еще мы вернемся к этой. Ну, можно ее просто запомнить, или мы к ней как-то вернемся. Значит, ну вот... Начну я разговор с Ильей Кабакова и с того, что, как он сам признается, я не любила это дело. Я не любила рисовать иллюстрации, мне это не давалось, я скучал бесконечно. И действительно, в своих воспоминаниях он много раз жалуется. Ну что, ну вот это вот, ну, чистая какая-то поденщина. Он говорит, если бы был какой-то вот такой счетчик, которому можно было бы измерить, ну, как бы, вовлеченность человека, когда он рисует зайца, то я бы никогда бы там не получил своих денег вот за этого нарисованного зайца, потому что понятно, что для меня это была чисто формальная вещь. Значит, но вернусь к Борису Гройсу немножко. В этой статье о московских концептуалистах он пишет, что в России невозможно написать порядочную абстрактную картину, не сославшись на фаворский свет. Единство коллективной души еще настолько живо в нашей стране, что мистический опыт представляется в ней не менее понятным и прозрачным, чем научный. И даже более того, без уменьшения мистическим опытом творческая активность кажется неполноценной. И это даже верно по существу, поскольку если некоторый уровень понимания есть, его надо пройти. С мистической религиозностью связаны некоторые специфические лиризмы и человечность искусства, на которые претендуют даже те, кто на деле давно и счастливо от всего этого отделывались. Значит, о чем вообще идет речь? Что за фаворский свет? Не очень понятно. Если вы представляете себе рисунки Кабакова, которые я хочу показать и буду показывать, но даже хочу показать их скорее в книжке. Вот недавно вышла очень симпатичная книжка. Это стихи и сказки в рисунке Кабакова, то есть специально он представлен как иллюстратор. Самая характерная черта вообще работы Кабакова как художника – это рисование по краям. Понятно, что вот это рисование по краям, оно как раз начинается в детской книжке. Обратите внимание, сколько здесь такой орнамент в виде человечков. Отчасти это объясняется коммерческой вообще задачей, потому что за каждую такую фигуру платили отдельно, фигурку, и поэтому чем больше фигурок ты нарисовал по краям, тем больше денег ты получишь. Но понятно, что это вместе с тем становится художественным приемом. и сам Кабаков говорит, что все эти предметы, их изображения существуют в этом белом пространстве как временные наплывы, как облака, пришедшие сбоку, а не из глубины, выпавшие со стороны и уплывающие в сторону. Наступит время, и все это изображенное поплывет вбок и исчезнет, мушки улетят, а белый свет сохранится непотревоженным. То есть как бы в этих книжках важно, ну, с одной стороны, текст существует наравне с этими иллюстрациями, примерно продолжая традицию Лисицкого, скажем. Но важно и то, что мы увидим, и я тоже это покажу, что, собственно, вот эти вот виньетки, они иногда обрамляют вообще пустой белый лист. И действительно представляется, что он может быть и вообще пустой. То есть может быть, так сказать, вот это вот какой-то подход к фаворскому свету. Но для меня, как для читателя, вот это одна из моих любимых детских книг, «Поиск стихов», это стихи иностранных авторов, проиллюстрированные Кабаковым. Для меня, как для читателя и для разглядывателя картинок, и в детстве и сейчас бросаются в глаза совсем другие вещи, отнюдь не фаворский свет. Мне кажется, что важнейшая интуиция этих художников, которая впитывалась читателям абсолютно бессознательно, это буквы, которые оказываются живыми существами, пусть и сказочными, и живые существа, которые становятся, наоборот, виньеткой, орнаментом, и как бы подглядывают за текстом или вовсе вот за пустой страницей, ну, за миром до творения, так удивляясь и подсмеиваясь. И люди и человечки встают здесь вровень с буквами, буквы подмигивают, а люди замирают в вынужденных позах. Вот, ну, да, вы помните, как это изображено, как на вот этом логотипе, который придумал Пиловаров для журнала «Веселые картинки». И люди замирают в вынужденных позах или там какие-то сказочные животные и становятся текстом. И мне кажется, в этом важнейшая еврейская интуиция московского концептуализма. И здесь, конечно, легко вспоминается как бы вся эта могучая еврейская традиция понимания мира как текста, который основывается на самой старой каббалистической книге «Сефер-Яцера», написанный, ну, там, в начале, там, скажем, новой эры, ну, чуть позже, может быть. И это книга, в которой, собственно, рассказывается, что Бог творит мир, используя буквы, комбинируя буквы еврейского алфавита. И весь мир, таким образом, содержит в себе такую лингвистическую как бы подкладку. Хочу немножко показать теперь картинок. Вот. картинки замечательные, пиловаровские. Хочу летать. Тоже отдельно я еще поговорю об этом. Художник, ты почему не нарисовал мою заднюю часть? Это как раз вопрос об этом Зайце. Зайце вообще очень важный для него персонаж. Еще один следующий художник, который тоже вот совершенно, мне кажется, очень важный вообще для детского воображения, советского. это Эрик Булатов. Тоже вот здесь мы видим таких виньеточных людей замечательных. И вот, собственно, то, о чем я говорила, то, что я хочу показать, это такие, на самом деле, это есть не только у Булатова, это есть у всей группы. А почему-то он как-то сам листает. Есть у всех этих художников, у всех есть такие вот белые листы, обрамленные просто виньетками. И, разумеется, это поддерживается как бы вот эта вот еврейская интуиция, так сказать, московского концептуализма, она поддерживается и текстами. Да, уже переходим к следующему художнику Виктору Пиловарову. Это совершенно блестящая книга «Зеленая карета». Им проиллюстрирована книга стихов Дриза в переводе с Абгира. И мне приятно, так сказать, ну, то есть, мне приятно вспомнить эти стихи, которые очень вожатся в то, о чем я говорю. Это стихотворение «Книга». Есть в нашем доме книга, добрей которой нет, в ней собрана вся мудрость и грусть прожитых лет, в ней сказки и загадки, все 70 страниц, прикрыты переплетом задумчивых ресниц. Твой дедушка, конечно, на книгу не похож, но все, ты это мальчик, в глазах его прочтешь. То есть, да, это та же тема, человек, книга, что это, собственно, уже там, книга становится человеком или человек, наоборот, становится книгой. Значит, и, может быть, переходя дальше немножко к теме фантазии, воображения, мне хочется процитировать самого Пивоварова, который говорит нам, что для меня иллюстрирование детской книги в известной степени это овеществление иллюзий, иллюзий моего детства и утопий моей зрелости. Со всем этим теснейшим образом связано мое стремление к иносказанию в детской иллюстрации, к сложному поэтическому взгляду на мир. Эта картинка мне тоже очень важна. Это иллюстрация Пивоварова к книжке Андерсона Оли Лукоя. Он вспоминает о том, собственно, что его подвигло на то, чтобы сделать эту иллюстрацию в своей книге, автобиографической книге «Влюбленный агент». И тоже поцитирую его с удовольствием. В бедной комнате моего детства книг не было. Только что кончилась война, книги печатали мало, да и не до книг было. Не хватало самых необходимых для жизни вещей. Не было радио, но было радио, и радио было все. Весь художественный мир, не только музыку, но и литературу, театр, живопись, сказки я воспринимала ушами. Глаза оставались свободными, их можно было закрыть, и образы возникали в сознании. Воображение было обострено до предела. Так ушами я увидел Олю Лукои, чарующий, обволакивающий, завораживающий голос Марии Барановой. «Добрый вечер, Ельмар, не пугайся, я покажу тебе мышку». И дальше начиналось такое, я, конечно, не понимал, что начиналось, я просто трепетал всем своим существом. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак, живут они под полом в кладовой твоей матери. «Чудесное помещение», говорят. «А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» спросил Ельмар. «Ну уж положись на меня», сказал Олю Лукои, «ты у меня сделаешься маленьким». И он дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой. «О, Оля Лукои, милый мой чарующий Оля, великий мой маленький маструбатор с брызгалкой, не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушке?» сказал Ельмару мышка. «Я буду иметь честь отвезти вас». Проскользнув дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать наперстки. Коридор был ярко освещен гневушками. «Правда ведь чудный запах?» спросила мышка возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» И Пиловаров продолжает. «Оля Лукои, мое первое эротическое переживание. Может быть, самое главное эротическое эстетическое инициация. Через ухо, сладким молочком бога сновидений гипноса, родного брата смерти, который появляется в конце сказки. Андерсон никаких недомовок не делает. Все называет своими именами. Этого нет в обычных советских изданиях, но, видимо, когда он слушал это по радио, это еще было в тексте. В переводе, который подготовил Дитгиз, вся эта андерсонская порнография была по возможности заретуширована. Но я-то рисовала Оля Лукоя моего детства. Да и в кастрированном Дитгизовском варианте феерия автоэротизма оставалась. Ведь вся сказка пронизана наслаждением. Наслаждение. Боюсь, что к этому слову сложно что-то добавить. И ровно то, что было нарисовано в детских книжках, где пивоваров иллюстратор. Именно это чувство наслаждения передавалось читателям, в общем, по-моему, на самом деле формируя контуры воображаемой страны или, вернее, страны воображения. То есть страны, в которой впоследствии оживали совершенно разные тексты, появлялись бесконечные образы, но все они соотносились именно с этой проосновой, сотканной фантазией этого художника, но и других художников этого круга. В моем случае это было так. И в этом для меня такой, в общем, фокус и чудо этого искусства. Предлагаю немножко посмотреть. В отличие от Кабакова, Пивоваров не считал свою работу и не считает свою работу с детской книгой, какого-то работы второго сорта. Ну и мне кажется, что это, в общем, понятно, что в каком-то смысле это видно, что человек работает очень качественно. К сожалению, эти книги не переизданы, есть проблемы с наследниками Дриза, и очень бы нам хотелось переиздать их в рамках программы как раз «Пижамная библиотечка», но пока не получается. И в ближайших планах мы собираемся издавать книжку о холмских мудрецах тоже с рисунками Пивоварова, еще не изданными до сих пор. Вот это один из рисунков для этой будущей книжки. Ну, вот такое вот. Такие вот. Такое мне приятно показать эти картинки. Теоретизируя, Пивоваров говорит, спрашивает, что такое человек. На этот вопрос невозможно ответить. Под словом «человек» понимаются самые разные предметы. Если бы меня заставили определить, что такое человек, я была бы в полной растерянности. Все зависит от той точки зрения, с которой мы наблюдаем этот феномен. Человек – существо социальное. В этом смысле он отвратителен. Человек как существо психологическое жалко и агрессивен. Человек как существо сексуальное детерминирован. Человек как существо творческое беспределен. Когда я говорю о погружении в глубину человека, то под понятием «человек» имею в виду шлифовальщика первомутровых пуговиц. То есть далекий от так называемой реальности феномен, скорее продукт воображения и художественной мечты. Вот эта, кстати, картинка, она тоже тут о снах и о мечтах. Такая прекрасная еврейская, с еврейской козой. Но еще одна важная тема, очень такая вот вторая, мне кажется, глобальная тема, кроме, может быть, перехода человека в текст и текста в человек и так далее. Она тоже тесно связана с темой воображения. Это полеты, фантазийные и реальные. И понятно, что полеты это какая-то важная тема для 70-х годов. Об этом говорят в своих воспоминаниях художники, в частности, Павловаров и Кабаков. И все, наверное, помнят советский фильм «Полеты во сне и наяву». Есть важные всякие художественные работы, созданные в это время. В частности, работа Кабакова «Альбома летающие». А еще есть человек, который вышел, улетевший в космос из своей комнаты. Это тоже работа Кабакова на эту тему. И в общем эта полетная тема позволяет мне перейти плавно как раз книжкам пижамной библиотечки, к двум книжкам, о которых я хочу рассказать вам немножко более подробно. Это книжки двух художников, проиллюстрированные двумя художниками. Это книжки Ури Шулевица. Он сам автор книги и иллюстратор. И книжка, проиллюстрированная Владимиром Радунским, известным таким американским художником русского происхождения. Это некоторый такой русский вклад в каком-то смысле в программу в общем мировую программу пижамной библиотечки. Пиджи Ури Шулевица, как я учил географию. Ури Шулевиц родился в Варшаве в 1935 году. И когда ему было 4 года, Польша была оккупирована, и семья вынуждена была бежать в Советский Союз, где опять же вынуждена была уехать в эвакуацию в Среднюю Азию. И там они находились 6 лет. довольно тяжелая была история. Очень бедствовали, голодали, нищенствовали, можно сказать. Он описывает, что жили вместе тоже с какими-то соседями, которые наслаждались едой, и он постоянно был голоден, постоянно завидовал этим детям, которые что-то все-таки могли поесть. Но книжка совершенно не об этом, а книжка о некотором странном поступке, который совершает его отец. Однажды, пойдя на рынок, имея какую-то небольшую сумму денег, вместо того, чтобы купить хлеба, он покупает большую географическую карту. И поступок в каком-то смысле абсурдный, который мог стоить жизни его семье, становится главным в жизни художника именно благодаря этой карте, которую он бесконечно часами разглядывает и воображает себе путешествия в разные страны, рисует себе какие-то необыкновенные картины этих стран. Он собственно и становится первый шаг как художник. Он начинает рисовать и это такая большая дорога к славе и к известности. После этот мальчик тоже летает. Сейчас чуть-чуть я еще хочу рассказать про Шулевица. Это еще одна книжка Шулевица, которую мы издали. Называется «Сокровище». Это очередной привет Раби Нахману. Это история Раби Нахмана о том, как в некотором бедном местечке живет бедный еврей, которому снится сон, что в большом городе, предположим, в Праге, где-то под каким-то мостом зарыто сокровище. Он отправляется в эту Прагу и он разговаривает с каким-то стражником и стражник над ним смеется, таком-то живет бедный человек и не знает, что у него под печкой зарыто какие-то сокровища. Это же такая ерунда. Этот человек возвращается домой и находит это сокровище. Это история, которая вдохновила Шулевица, чтобы проиллюстрировать эту книжку. Вообще судьба его сложилась довольно оптимистично для человека, который родился в Варшаве в 1935 году, потому что после Советского Союза как польский гражданин через Польшу они попали во Францию, потом в Израиль и уже с 50-х годов он жил в Нью-Йорке. Ну и в общем начал свою прекрасную карьеру, художественную карьеру и сейчас это один из самых знаменитых иллюстраторов книжных, который удостоен всеми возможными наградами и медалями. Вот та книжка, которую мы издали удостоена медали на Кальдекоте, это главная книжная награда книжная в Америке. Ну и второй художник, о котором я немножко тоже хочу рассказать, это Владимир Радунский. он жил в России, но очень рано уехал в начале 80-х годов, поэтому здесь он мало известен, а в Америке он проиллюстрировал десятки книг, очень много среди них книг переводных русских авторов, это книжки Хармса, Чуковского, Маршака, там также делал книжку вместе с Бродским, вместе с Барышниковым, и он автор нескольких книжек, где он и автор, и иллюстратор. Ну, его книжки изданы, буквально переведены на все языки, понятно, очень он известный художник, но книжка, которую мы собираемся перевести в следующем году, это книжка про Альберта Эйнштейна. К сожалению, у меня есть только на испанском, она в виде книжки, пока что она выйдет по-русски, но пока ее нет. Книжка такая, замечательная книжка, в которой говорится, что Эйнштейн, он вообще был с большими странностями такой человек, он, когда ему там был год, он не говорил ни слова, два года он не говорил ни слова, три года он тоже с трудом там два слова мог связать, но родители его все равно любили, потому что он был, конечно, странный, но все-таки это был их ребенок. И дальше всякие странности продолжались, он много, много очень болел, и вот во время одной из этих болезней отец дарит ему компас, и тут он, значит, начинает, это был первый такой, первый случай, когда он начинает, когда он понимает, что в мире есть какие-то тайны, сокрытые в мире, которые вот нужно разгадать, да, почему, собственно, вот эта стрелка компаса, она всегда указывает на север, и он пытается, значит, вот с этого подаренного компаса начинается его судьба великого физика, можно сказать, переломный момент, да, в школе его тоже все время ругали, сам Радунский говорит, что на создание иллюстрации его вдохновляли, к сожалению, он уже умер, Радунский, всякие разные странные люди, там, взрослые, дети, да, вот такие, ну и действительно в этих иллюстрациях это чувствуется, но ключевой, так сказать, вот для меня момент, который как раз тоже вложится в мою тему воображения и полетов, это описанный в этом книге, а также и нарисованный художником, полет на велосипеде, и в какой-то день он описывается, что вот он молодой Эйнштейн, такой юный подросток, Эйнштейн-подросток едет по залитой солнцем дороге и видит какой-то солнечный луч, и тут вдруг он понимает, что вот он должен подняться по этому лучу, как-то оседлать его, и он прямо на велосипеде вот по этому лучу поднимается к солнцу, ну и, видимо, это, собственно, такое мистическое переживание, которое впоследствии позволит ему совершить все эти грандиозные открытия, которые он совершил. В общем, книжка заканчивается тем, что, ну, в общем, даже если ты такой немножко странный, и много здесь странных людей изображено, в общем, благодаря воображению, силе воображения и благодаря какой-то там интуиции ты можешь, в общем, достичь очень многого. И я думаю, что, собственно, это можно сказать про любую хорошую детскую книжку, что именно эти качества она, в общем, вызывает и в ребенке, и во взрослом. Спасибо. Добрый вечер. Уже вечер. Ну, пару слов. Я в 17 лет уехала в Израиль и жила там около 7 лет в Иерусалиме, закончила Академию Бецалель, и у меня была специализация по мультипликации. Потом я послала на фестиваль Крок, такой есть украинско-российский мультипликационный фестиваль, свою работу дипломную, которая была сделана в Бецалеле по мотивам произведений Хармса. Меня позвали туда в качестве участника, и я, приехав и познакомившись со всем цветом российской и советской мультипликации, решила поступать на режиссерские курсы в Москве, и параллельно меня еще пригласил Александр Михайлович Татарский работать художником на студию «Пилот». В то время как раз только начинался проект «Гора самоцветов» по сказкам народов России. И так получилось, что у меня как-то было убеждение, что в этом самом цикле «Гора самоцветов» я непременно должна буду сделать еврейскую сказку, и с этой мыслью я поступила еще и на режиссерские курсы и решила, что я это сделаю и самостоятельно. И пошла искать материал. Пришла в библиотеку на Большой Никитской в еврейской книге, тогда она там была, познакомилась с замечательным Виктором Даниловичем Энденбаумом и объяснив ситуацию, что я ищу материал на еврейскую тему для мультфильма, тут же на это он вынес мне стихотворение напечатанное на листочке «Опсея Дриза» «Хелломские обычаи» в переводе Генриха Сабгира. И надо сказать, что после этого я как-то когда прочитала, я сразу поняла, что это уже готовый сценарий для мультфильма, но тем не менее решила проверить всю эту тему хелломских мудрецов, местечко Хеллом и перечитала массу материалов на самом деле и сказок, и интерпретаций и стихотворений того же «Опсея Дриза» и поняла, в общем, что именно это стихотворение оно как раз обладает какой-то квинтэссенцией что ли еврейского характера. И потому, что там есть сюжетная линия, которая на самом деле простая на первый взгляд, а в большом счете является притчей и неким таким художественным образом внутри себя. И второе, там был открытый финал, то есть там не было повествовательной точки, которой отличаются все остальные те же стихотворения на эту тему, и этот открытый финал как раз заставлял поискать какое-то решение драматургическое и, соответственно, визуальное, поскольку мультфильм это конкретика, это изобразительное решение и это действие прежде всего, то есть это не статичная картинка, как это в иллюстрации мы обычно имеем. КОНЕЦ 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 Ну, я просто что хочу сказать немножко про то, как вот над этим всем велась работа. Дело в том, что вот у меня художественный руководитель был Фёдор Савельевич Хитрук, и у нас очень много было споров по поводу этого текста. Вообще он видел это совершенно иначе, то есть поскольку вот есть готовый текст, да, о все дризы, готовое стихотворение, в Хелме водились мыли, шесть не запамятных времён, ни одна, ни две, ни тысячи, а, наверное, миллион. Мыши на дорогах, мыши на порогах, мыши на крылечках, на чердаках, на печках, на лавках, на перинах, в корытых и корзинах. Вот какое горе, просто-таки горе. И оно достаточно же длинное, да, это стихотворение. Он предполагал, что к тому же это вот есть музыка, которую, кстати, вот написал мой папа, и можно сделать из этого песенку, детскую песенку, которая бы звучала, и которая, ну, по сути, всё бы и так уже рассказывала. И мне совершенно претила эта идея, поскольку ну, вообще любая экранизация, как мне кажется, правомерная и интересная тогда, когда есть что-то, что хочется сказать посредством этого текста, но сказать более, что ли, индивидуальное, более своё что-то такое, да, и тогда этот текст можно использовать как основу, ну, как, собственно, это делал Тарковский, да, в своё время. И мне вот тоже хотелось этот текст использовать как основу и на её базе, так сказать, создать некое своё видение этой темы, да, потому что и поэтому я, в общем, взяла только сюжетную линию того, что происходило в этом сюжете и постаралась наполнить это именно вот еврейскими типажами, да, жестами, мимикой, то есть всё то, что составляет по большому счёту колорит, да, вот этого народа и по большому счёту ну, составляет и суть мультипликации, потому что это движение, это мимика персонажей и это то, что составляет, собственно, характер, за счёт чего фильм интересно смотреть. И в какой-то момент, когда была работа вот над походками, над тем, как каждый из них передвигается в кадре, просто вот я чисто технически наложила музыку на эту вот пробу и и возникла вот ассоциация с немым кино, да, то есть когда действие происходит и топёр сопровождает его, и мне показалось, что это вот совершенно идеальное такое решение сделать такую некоторую, некоторый парафраз на немое кино и оставить от этого стихотворения исключительно какие-то титры в качестве титров поворотные события, без которых, собственно говоря, этот сюжет и так прочитается, да, то есть и получилось, что, на мой взгляд, получилось, что это не прямая иллюстрация, да, в данном случае экранизация этого текста, а ну вот некоторая вариация на тему, которую задал Авсей Дрис и перевёл Генрих Сабгир, вот, это что касается вот этого фильма, а потом уже спустя несколько лет довольно много мы с моим знакомым дизайнером придумали книжку, которая, собственно, стала неким самостоятельным таким вот по мотивам, не по мотивам фильма, а, собственно, иллюстрации в этой книжке стали кадрами из фильма и они в некотором смысле производят, воспроизводят технологию многоярусной перекладки в мультипликации, в которой снят этот фильм. Это технология, в которой работает Юрий Борисович Норштейн, в которой я тоже снимала все свои фильмы, то есть, когда по слоям раскладывается изображение и снимается в результате единым кадром, но есть в кадре глубина, есть ну, в общем, можно это увидеть, да, в книжке, и вот, собственно, вот эта многослойность, она стала принципом. И уже эта книжка, она родилась как бы уже как некий постпродакшн, что ли, от того, что происходило с фильмом потом. Спасибо. Ну, начать я хотел, говоря о мостиках, которые мы можем провести между прозвучавшими уже до сих пор докладами. Вот Вова Радунский, покойный Радунский, замечательный художник, который был здесь упомянут несколько минут назад, и книга, которая здесь ходит, прекрасная книга, он сотрудничал с Бродским. И если вы думаете, что вы не знаете художника Бродского, художника Радунского, то это тоже, скорее всего, неправда, потому что все, наверное, могут визуализировать, представить надгробие Бродского в Венеции. Все видели это строгое надгробие, такое неоклассическое, сделанное из очень красивого оттенка мрамора с выбитой цитатой из проперции сзади. Так вот, это надгробие было, на самом деле, спроектировано Владимиром Радунским, к сожалению, тоже покойным, он умер несколько месяцев назад. И мне довелось встречаться с Вовой в Риме в рамках другого проекта, о котором как раз я завтра буду говорить здесь, в Москве. И во время нашей встречи я Вову спросил о его опыте работы с Бродским, когда сам Радунский работал над иллюстрациями к поэме под названием Discovery, открытие, по-моему, в русской версии открытие Америки, по-моему, называется, но Бродский написал по-английски эти стихи и дал Вове проиллюстрировать. Я спросил, какова была предыстория этого сюжета. И Вова, который на самом деле дружил с Бродским, просто потому, что они жили в Нью-Йорке вместе в одном районе, потом, когда Бродский женился на Марии Сацани и переехал в другую часть Манхэттена на 140 какую-то там улицу Пирпойнт, и Володя тоже переехал туда. И у них дети были одного возраста, дочка Бродского и две девочки дочки Вовы. Поскольку они были дети, им было интересно действительно эта тема и в практическом измерении, написать книгу для детей в случае Бродского и в случае Радунского, проиллюстрировать эту книгу. И вот Вова рассказывал, что Бродский дал совершенно полную свободу художнику в работе. Он ему не говорил, как он хочет видеть, каким персонажем, как он воображает персонажей в визуализации. Он просто как-то придя в студию к Вове и увидев, что тот работал над иллюстрациями к Маршаку, видимо, он понял, что есть какая-то конгениальность, которую Радунский как художник может выразить в своем сопроводительном визуальном тексте к поэме. И, значит, Бродский не трогал совершенно Володю, который работал над этим проектом довольно долго. Интересно, когда вы видите вот эту книжку и все работы Радунского, кажется, что это все на коленке сделано, такая легкая графика, на самом деле, знаете, не побоюсь этого сравнения, как и в случае с Пушкиным, это такая обманчивая легкость. На самом деле ее довольно долго талантливый художник Радунский добивался. И вот эта книга вышла, она была издана в американском издательстве Фара, Жир и Страус, знаменитое издательство, главным образом известное качеством своих малотиражных, достаточно малотиражных изданий. Практически все их авторы либо будущие нобелевские лауреаты, либо уже получившие эту знаменитую премию. Ну и последнее, что я могу добавить к этому сюжету, когда я спросил у покойного Вова, ну и как был успех этой книги, он сказал, это spectacular failure. Очень мало книг было продано, но Фара, Жир и Страус из любви к Бродскому могли позволить себе вот такой эксперимент. Значит, сегодня, как я вам обещал, я покажу немножко рисунки самого Иосифа. Единственное, у меня просьба к присутствующим, пожалуйста, не фотографируйте и как-то не распространяйте то, что вы увидите. Это связано с тем, что фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского относится довольно чутко к распространению неопубликованных произведений Иосифа Бродского. Я, может быть, позже расскажу о том, что у нас планируется, я надеюсь, что эта книга будет издана, потому что вы увидите, что это действительно такая целостная книга, это произведение Бродского, созданное, по-видимому, с прицелом для публикации. Хан Юсуф, я должен упомянуть, это не название, которое Бродский дал этому произведению, название просто отсутствует, и вот я приехал из Петербурга, вчера я как раз встречался с девочкой, которой эта поэма была посвящена, и в общем, которая является главной героиней, заглавной героиней этого произведения, такая Настя Томашевская, внучка известного пушкиниста Бориса Викторовича Томашевского, который жил в Петербурге, в Ленинграде тогда, конечно, и умер в 1957 году, Бродский не был с ним знаком, но близко сошелся с семьей Томашевских, очень любил у них бывать, они жили, до сих пор Настя, внучка Томашевского, живет в той же квартире, в знаменитом писательском доме на набережной канала Грибоедова, дом номер 9, буквально двумя этажами выше квартиры музея Зощенко, в этой квартире многократно бывала Анна Ахматова, и у Зощенко, и у Томашевских, конечно, Рихтер, Заболоцкий, ну и так далее, в общем, такой дом с историей, действительно, когда входишь в эту квартиру, до сих пор чувствуется дух того времени, книги стоят из коллекции, из собрания пушкиниста Томашевского, рисунки Модильяне, естественно, не оригиналы, но все это лично Ахматовой дарилась Томашевским, Томашевские потом это куда-то возвращали, ну вот, в общем, такая аура, и мне кажется, это важно учесть, потому что Бродский сам жил, бывало, в этой квартире, как вы знаете, в полутора комнатах он был стеснен в пространстве, и вот когда Томашевские уезжали из Ленинграда, а это будет важно в нашей истории, куда они уезжали и почему, то, значит, они ключи отдавали Иосифу, Иосиф просто приходил туда, пользовался библиотекой, жил, может, принимал гостей, вот, ну, такая настоящая писательская квартира, как я уже сказал, с биографией, с предысторией. Вот, значит, Настя Томашевская, это важный персонаж, как я уже сказал, когда познакомился Иосиф с матерью Настей, Зоей Борисовной Томашевской, ему был, ему шел 21-й год, а ей 9-й год, вот, то есть она была такая девочка, и Иосиф познакомился с ее мамой буквально в Комарова, когда он выходил из будки, а Зоя Борисовна туда входила, вот они буквально на одной ноге разговаривали, и очень быстро поняли, что они симпатичны друг другу, и вот так завязалось знакомство, а Иосифу очень понравилось потом при очном знакомстве, значит, это девочка Настя, которая была такая живая, веселая, любила танцевать, что тоже важно в контексте данной книги, потому что мы увидим Настю танцующей, она мечтала быть балериной, и, значит, Бродский, как это он часто делал с людьми, которых он любил, которым он симпатизировал, значит, он им писал такие стихи на случай, иногда в письмах письма сопровождал рисунками, и вот в частном собрании Тамашевских отложилось некоторое количество замечательных писем и рисунков, и стихов, посвященных Насте. В начале 2000-х семья испытывала финансовые трудности, поэтому им пришлось расстаться с этой коллекцией, о чем жалела и Зоя Борисовна, покойная ныне, и вот Настя, но по крайней мере, мы должны быть благодарны судьбе за то, что купленная эта коллекция была не частным инвестором или коллекционером, а Ельским университетом, там, где находится крупнейшее собрание бумаг, документов, рукописей, манускриптов, архив Бродского, который был накоплен с 1972 года и до его смерти. Все до 1972 года хранится в Российской Национальной Библиотеке, в публичке. Значит, с этим документом можно работать. Я все время говорю документ, документ, я еще не описал его. В общем, это такой альбом, рукописный альбом, сейчас я покажу, как он выглядит. Вот такая гармошка. Это не Иосиф подклеил, значит, он передал им, видимо, стопку этих бумаг, там всего 26 рисунков, формата меньше А4. Со временем Томашевские подклеили такой зеленый картон и прошили красной тесьмой. Вот, видите, вот здесь вот так аккуратненько он выглядит, можно с ним работать. Все, кто приезжают в архив, значит, пожалуйста, проблема, что опубликовать это нельзя. Но, как я сказал, что мы работаем над тем, чтобы читатель, русский читатель узнал наконец-то и впитал, начал бы впитывать этот текст, ну, если не с молоком матери, но, по крайней мере, с другими книжками Чуковского, Маршака, Маяковского и так далее. Это действительно стоящий того текст. Я надеюсь, вы оцените, когда я процитирую кое-что. Значит, вот, кстати, эта квартира, которую я описывал. Вот это Анастасия Григорьевна в прошлом году я фотографировал, а это она вот в этой вставке в Гурзуфе. Значит, дело этой, сюжет этой истории происходит в Гурзуфе. Это сказка, в которой главный герой Хан Юсуф приплывает на корабле в город Гурзуф и там он посещает, знакомится с Настей, с девочкой и ее бабушкой, которую он зовут Бабчик. Вот эта фотография Настя именно в Гурзуфе, вот там вот эти два камня, это называются Аладары, такие остроконечные скалы. Бродский здесь любил не только загорать, но и плавать, по воспоминаниям Анастасии Григорьевны, он брал лодку и плавал, от природы он, как вы знаете, светлокожий был, поэтому он часто сгорал. Вообще он любил туда приезжать, начиная с 68-го года он побывал несколько раз, три раза в этих краях. Я пропущу сейчас вот эти, потому что это действительно переписка, которую совсем нельзя показывать. Вот, значит, альбом. Вот вы видите, он 7 сантиметров в торце. По-моему, тут другого замера у меня не вошло. Давайте я чуть-чуть почитаю, да, вы посмотрите рисунки, а потом я вернусь, еще немножко расскажу о контексте, ну и сами рисунки мы порассматриваем. Значит, начинается сказка так. В неизвестный порт грузов прибыл морем хан Юсуф. У него богатый груз, сам же он любитель мус. чернокожему рабу он велел подать трубу. Что ж он видит? О-ля-ля! Что за славная земля? Кипарис и барбарис обольстительных актрис, горы, скалы, облака и фургоны молока и разиновшую пасть на его корыту Настя. Тут подпрыгнула труба, наш Юсуф огрел раба и прикрикнув так держать, начал левый глаз сужать и при этом, что есть сил, тотчас правый округлил от волнения пальцы в пляс и при этом слился глаз, округлился до того с буквой О во рту его. Снова скалы, пляж и сад и матросик полосат, вот овец пасет пастух, кукарекает петух, закрывают магазин, спекулирует грузин, вновь он Настю видит вдруг. Алый, синий, белый круг, пред глазами видит хан, и тотчас же без дыхан, в руки падает раба. Злополучная труба продолжает видеть Настя, неспособная упасть, неподвижно повисает, изумление пронзает, словно стержень окуляр. И простор как обеляр, кто он был на время скрою, в этом месте ближе втрое, сквозь штурвалы, шлюпки, снасти, видит брег, а также Настю, и дает задание Бризу, обласкай же Элоизу. Хан Юсуф с туманным взором наслаждается простором. Он трубу подносит к носу, видит бантик, видит косу, ощущает, как он слаб, кто же рядом, это баб. Население Гурзуфа шумно чествует Юсуфу. И еще матросов смелых, я пропущу тут, во-первых, потому что мелко читать, а во-вторых, таким образом мы не процитируем данное художественное произведение целиком. но Юсуф по виноградной, продолжаем цитирование выборочное, но Юсуф по виноградной ударяет каблуками, аж подскакивают камни, тут написано, видите, приписано карандашом, и заморскую пол-литру сжав ладонью шасть в калитку. Виноградная, это улица, на которой на самом деле жило семейство Тамашевских, виноградная 37. Вот заветная ограда, самовар из Ленинграда, во дворе дымит линкор, стол, покрытый калинкором, в душу хана селит страх, он бормочет о Аллах. Стол накрыт, беседа льется, тост за тостом раздается, Настик прыгает, как мячик, напевая «Где ты, мамчик?» наливает бабчик суп, ешь, любезный хан Юсуф. Здесь нет текста. Дремлет бабчик, хан храпит, Настик щурится, не спит, не надеясь на подарки, по карманам ищет марки. Хан причесан и умыт, море черное шумит, месяц тучи опечалил, ночь пришла, Юсуф отчалил. Все заснуло в утомлении, он оставил, к сожалению, в темных зарослях жасмина вместо мускуса и тмина и смарагдов или гранатов или бриллиантов или бриллиантовых каратов вместо бус-жемчужных прочих ожерелья этих строчек. И вот последняя иллюстрация, которую я тоже давайте не буду тестировать. Бродский был не такой уж успешный автор детских стихов по меркам советского времени. Работая в архиве Российской национальной библиотеки, в архиве Бродского, я нашел такое смешное письмо, отправленное ему в 1964 году от заведующей редакторшей из по-моему Гослид или Дитгис в ответ на присланную Бродским рабочую азбуку. Это произведение вы все знаете, оно уже несколько раз переиздавалось замечательными иллюстрациями по-моему Игоря Олейникова по крайней мере в одном из изданий. В отличие от американского издания проиллюстрированного Радунским это очень коммерчески было успешно по-моему тираж весь разошелся но вот в 1964 году Бродского как автора детских стихов постигла неудача я зачитаю это письмо оно мне очень просто нравится редакция очень внимательно ознакомилась с вашими стихами рабочая азбука к сожалению мы ничем не можем вас порадовать ваши стихи не могут быть нами приняты по целому ряду причин одна из них заключается в том что в Дитгизе и в нашем издательстве уже были выпущены подобные азбуки Маршака Благинины и других авторов другая причина в явной поэтической непрофессиональности ваших стихов интересная идея рассказать детям о труде в занимательной и веселой форме никак не осуществилась в вашей азбуке ходит дядя за рудою путь у дяди долг-долг подобных неудачных слабых небрежных строчек у вас очень много возвращаем рукопись ваших стихов я думаю что если бы этот редактор увидела прочитала текст который я вам сейчас цитировал булыжник какие-то странные такие рифмы замечательные конечно рифмы то его кейс был бы совсем безнадежен но уникальность именно Хана Юсуфа конечно в том что перед нами во-первых не просто законченный текст с сюжетом с какими-то там хитрыми подтекстами Семен есть это заметно в данном изотексте это такое именно гибридное произведение довольно кстати уникальное и в творческом наследии самого Бродского то есть у него очень немного не знаю Борисовна Короба которая собирает рисунки Бродского уже много-много лет значит она утверждает что это не единственный такой случай но когда я попросил привести пример и она как-то затруднилась назвать по крайней мере я проработав со всем археем Ельского университета не видел ничего подобного значит здесь последовательно Бродский занимается автоиллюстрацией и в данном случае это не просто иллюстрация это такой как бы параллельный нарратив где он создает картинки которые не просто дополняют а иногда контрапунктно начинают играть и тем самым обогащать сюжет который мы читаем кстати эта книга сохранилась в двух версиях хорошо тут скажем может быть ее нет в общем есть такой машинописный листок сложенный в несколько раз и там на две строфы больше то есть это придется учесть в будущем издании но те лишние строфы не проиллюстрированы и я затрудняюсь сказать что предшествовало чему то есть или он когда иллюстрировал значит может быть он выбрал или он потом допечатал и добавил немножко развил сюжет а может быть два листа были утеряны то есть все может быть вот сейчас я вам да вот рисунки важные почему потому что эти рисунки принадлежат не Бродскому а может быть вы уже догадались такая советская русская художница нет нет предположения это из журнала Костер она сотрудничала ленинградская художница из семи художников Марина Басманова да муза Иосифа Бродского поскольку я знал что она сотрудничала с Костром то сейчас слава богу в интернете все можно найти я скачал за 60-70-е годы все подборки в PDF и значит листал довольно долго мучая свои глаза в поисках картинок Басмана потому что она человек который не общается ну не только не с пресса в общении с кем включая филологов поэтому приходится вот такими путями как-то искать почему мне было это интересно я хотел понять насколько Бродский вот я так сейчас формулирую зависел от стиля от стилистики своей возлюбленной вот и каково было мое удивление ну в общем такое приятное удивление когда я увидел что ну нисколько не зависел да не только не зависел а по-моему вообще гораздо интереснее самобытнее как художник вот ну в защиту Басмановой нужно сказать что ее рисунки вот видите здесь написано рисунки Басмановой то есть они все очень мелко еще всегда не указывают возможно я пропустил еще какое-то количество иллюстраций но здесь не все что я нашел вот она своей стилистикой как раз очень последовательно воплощает то что она ту художественную культуру в которой она воспитывалась в собственной семье да вот отец ее Павел Басманов замечательный художник большой разницы в общем нет между ее рисунками и рисунками отца и даже матери которая тоже иллюстрировала некоторые детские книги вот при том что мы знаем что очень часто Басманова рисовала вместе в присутствии Иосифа то есть она сидела там в уголке что-то во многих воспоминаниях многие очевидцы мемуаристы как-то сетуют говорят что вот она сидела такая неприступная ни с кем не разговаривала занималась с вами на коленке что-то рисовала а Иосиф всегда не мешайте не трогайте не надо ничего говорить ну и разумеется он заглядывал и видел как она рисовала вот при этом мог вот так вот легко нарисовать что-то автономное независимое ни от кого ну и вообще все-таки в истории русской литературы он конечно давайте даже сузим это в истории детской русской литературы он не единственный художник автор Маяковский замечательный был художник который иллюстрировал собственные детские стихи тем не менее по фактуре мне так кажется надеюсь что вы со мной согласитесь он довольно уникален последовательный нельзя сказать что это такие случайные виньетки по-моему это все достаточно продумано вот есть какие-то еще ладно это все из корреспонденции мы вернемся сейчас на сейчас я вам какие-то клоузапы покажу из из рисунков а да кстати интересно вот это это гурзуфские все открытки виды вот это домик Чехова в Гурзуфе это надгробие Бориса Томашевского который кстати погиб утонул в Черном море в Гурзуфе кстати интересная история вот этот камень когда мать Настя Томашевская пришла в похоронную контору выбирать камень для надгробия не нравилось там какие-то серые оттенки давали камней в общем ходил ходил нет нет это мне не подходит и это и вышел мастер какой-то говорит знаете я сейчас покажу у меня есть такой замечательный красно-серый в крапинку камень как раз это остаток от пьедестала памятнику Пушкина мастера работы Аникушина который в 57 году за два месяца до смерти до случайной смерти Томашевского воздвигли на площади искусств в Ленинграде вот при этом конечно мастер не знал что он предлагает этот камень вдове уже великого пушкиниста много таких узоров которые и Бродский оценил бы наверное ну и мы как историки литературы тоже обязаны помнить да вот это значит дом Томашевских который Бродский посетил и который как бы появляется в этих рисунках он стоял на уступе был окружен кипарисами всякими цветами почему я это показываю это важно дело в том что я какое-то время мучился с хронологией по словам Насти когда впервые когда она мне рассказывала все это истории выходило что он подарил ей этот альбом еще до ссылки ему пришлось ну я датировал это в 63 может быть раннем 64 годом кстати тоже важно ну важно это вот пандан вот идеи рифм случайных рифм судьбы Бродский был арестован в феврале да или там по-моему в феврале 64-го года на Марсовом поле когда он возвращался из гостей Томашевских да вот его судили этот знаменитый суд вот при этом значит мы знаем что Бродский впервые побывал в Крыму только после своей ссылки по-моему в 68-м году значит вопрос фундаментальный такой стоял надо было как-то теорию и практику как-то выровнять и после после долгих раздумий значит я склонился к версии что Бродский настолько был погружен в тему да и слышал рассказы бабушки Насте самой Насте ее мамы Зои Борисовны в Ленинграде что он настолько сиживо это представил ну и возможно видел и картинки рисунки и фотографии что когда он рисовал этот текст да иллюстрировал этот текст он настолько живо себе воображал Гурзув и вот эту ауру крымскую что ему не нужно было там даже быть и впоследствии эта версия надо сказать подтвердилась потому что потом в воспоминаниях Зои Борисовны я прочитал что Анна Ахматова успела прочитать эту поэму оценила ее по достоинству и даже несколько раз при встречах частных с Томашевской спрашивала ну что Иосиф еще что-нибудь написал для Насти а Ахматова умерла в 1966 году поэтому действительно Бродский да написал до того как он был в Крыму вот кстати его визит в 67 году в Севастополь на фоне руин Херсонеси это из собрания музея Анна Ахматовой вот фотографию я нашел в фотохронике ТАСС 70-й год то есть вот прям похоже мы видим что те же зонтики остались так это я сейчас пропущу это не так важно значит рисунки хочу показать но вот говоря о контексте об об истории Крыма понятно что Бродский обладает феноменальной памятью значит он все помнил что он читал он читал книги Ирины Николаевны Медведевой Томашевской вот бабушки того самого Баба-Бабчика Насте она была автором книги Таврида которая вышла в 50-м году и в 46-м такая русская Таврида такая книга очерков они не переизданы кстати с тех пор мы точно знаем что он читал вот эту книгу Боротынский потому что она ее упоминает в одном из писем к самой Томашевской из ссылки то есть он в ссылке сидя в Норинской читал Боротынского значит это документально зафиксировано Таврида он тоже читал это почему интересно и важно потому что например книга полна загадок и она тем интересна то есть она такая как бы комплексная в меру сложная да и рисунки вы увидите достаточно витиеватые вот например такой портрет да и там написано Абеляр и Лоиза ну вот такой красивый профиль да ну вот как-то хочется его найти прототипа вот и листая этот альбом мне как-то ну понятно что это на Абеляра не похоже мне видела здесь Анна Андреевна а потом листая книжку Таврида я вдруг увидел вот этот портрет а это знаете кто это генерал-фельдмаршал Потемкин который осваивал осваивал Тавриду сподвижник Екатерины Великой вот опять-таки я не настаиваю здесь но на том что это именно профиль Потемкина ну интересно в книге Томашевской о о Тавриде там где Гурзув там глава Гурзув посвящена вот нельзя не заметить такой параллели ну давайте вот последнее о чем мы поговорим поскольку здесь мы собрались с вами все-таки говорить об иллюстрациях к детским книгам вот это вот такой разворот довольно сложная картинка здесь много чего происходит и опять-таки нужно быть действительно талантливым художником Абродский был талантливым художником опять-таки здесь вам придется поверить мне на слово потому что его рисунки практически не изданы тем не менее их существует сотни в разных архивах и опять-таки это дело далекого а может быть недалекого будущего в зависимости от удачи и от того насколько фонд Бродского будет благоволить нашим филологическим начинаниям и искусствоведческим в данном случае вот но когда-то русские читатели и любители графики откроют для себя еще и художника Бродского вы видите уже по этим картинкам что он действительно был недюжинный рисовальщик в этой сцене сейчас мы постараемся приблизить я просто хочу показать вот этот кусочек я сейчас приближаю и вы видите качество отделки фактура и например материалы которые Бродский использует здесь есть явно перевая ручка возможно не перо конечно капиллярная ручка но это тушь карандаши постель возможно посмотрите насколько детально он прорисовывает а вместе с тем говоря о двойном посыле понятно что он не отказывает себе в такой возможности поиграть позаигрывать не с читателем а с рассматривателем этих картин видите на носу такая обнаженная нимфа что она делает в сказке для к тому времени 12-летней девочки вопрос и на этом дело не заканчивается я вам покажу увеличенные фрагменты левого фланга и правого фланга этого большого разворота если вы посмотрите сюда вот видите это такой пол силуэта девушки в купальнике видите вот теперь если посмотрите здесь справа это такой пунктирный силуэт девушки в купальнике но теперь самое интересное что если сложить левый правый фланг то девушка две половинки девушки сойдутся в одну фигуру это такая книжка раскладушка почему мне это интересно и я прошу вас обратить на это внимание это доказывает что Бродский довольно серьезно подходил к тому чем он тогда занимался и по виду мыслил композиционно эту книгу в общем у него были какие-то представления о композиционном центре о полях о том что происходит в сюжетном плане и действительно можно жить просто и следить что здесь происходит вот хан юсуф здесь здесь матросы здесь если у меня есть увеличение сейчас посмотрим да вот матросы кстати известно что талант художника графика рисовальщика опять-таки все-таки Бродский художник дилетант будем называть вещи своими именами он талантливый дилетант но он не профессионал он нигде не учился он свои рисунки не продавал но все-таки талант дилетанта познается например например в том как художник рисует руки на кисти рук это такой в общем важный момент и у Бродского они все как-то очень легко сделаны видно что он не мучает бумагу кстати мне довелось увидеть рисунок Хржановского Андрея из подготовительных рисунков к фильму полторы комнаты где там они оживляют замечательно рисунки Бродского и вот один рисунок лежал сначала в папке и я подумал что это рисунок Бродского но меня очень смутила рука и потом оказалось что это не Бродского рисунок а рисунок Андрея Хржановского который как бы стилизовал рисунок под Бродского вот так вот это все детали этого большого разворота все еще да вот видите опять-таки когда я говорю о том что Бродский не только получал наслаждение от рисования но и по-видимому имел ввиду будущего зрителя и читателя вот мне кажется что он такие вот шутки для своих вставлял в эти рисунки вот здесь вот такой профиль мне кажется что это Пушкин вполне может быть пушкинский профиль что не случайно именно для этого сюжета потому что Пушкин написал кавказский пленник задумал Евгения Онегина все-все прямо там да и в Гурзуфе бывало вот и разумеется для Пушкина для Бродского такая пушкинская аура этого места она да была важна ну понятно что Пушкин график и легкость его рисунков знаменитая естественно должны были каким-то образом влиять на Бродского художника ну если говорить о каких-то опять-таки визуальных подтекстах вот например это рисунок Рауля Дюфи тоже мы можем увидеть какие-то параллели я не просто так показываю вам Дюфи а это ежедневник блокнот самого Бродского который принадлежал Бродскому поэтому важно все-таки иметь в виду те источники которые он мог видеть которые были в его библиотеке это иллюстрация хрестоматийная иллюстрация Кузьмина к Евгению Онегину путешествия Евгения Онегина и здесь вот тоже такой ориентальный рисунок человек в тюрбане в общем можно увидеть ну и выстроить в общем целый ряд каких-то текстов которые текстов действительно и текстов художественных и текстов визуальных которые по-видимому составили какую-то такую базу из которых из которых Бродский черпал свое вдохновение ну вот я на этом закончу ну вот просто оцените смелость Бродского то как он рисует вот смотрите там фаз три четверти да вот это какая-то громадная муха опять нужно обладать действительно какой-то свободой даже дерзостью художника чтобы масштабы так путать понятно что вот эта муха в детской в конвенциях детской книги это правильно так и должно быть рисовальщик который попробует вдруг которому дадут задание нарисуйте вот там не знаю муху на стене он ее нарисует ну как муху маленькую Бродский очевидным образом как-то предвидит читательскую психологию ребенка и в этом плане мне кажется это очень важно и правомерно и правомощно в общем считать его иллюстратором детской книги спасибо за внимание ГОЛОСОБИВА